здравствуйте дорогие друзья сегодня мы будем готовить вместе с вами салат он вообще салат этот овощной я его очень обожаю я уже готовила такое блюдо этот салат очень очень жирный и вот сегодня чтобы сделать его менее жирным я запеку овощи вместо того чтобы пожарить сейчас мне нужно их запечь в духовке для того чтобы не их запечь в духовке я их помыла протерла и положила на противень теперь мне надо их проткнуть в нескольких местах и поставить зажариваться количество овощей вы будете регулировать сами что вы больше всего любите баклажаны значит вам нужно положить побольше баклажан так вот зубочистка я накалываю если вы любите перцы кладите побольше перцев поставила я овощи в холодную духовку на 220 градусов у меня духовка с конвектором и буду их выпекать до готовности овощи я запекла до готовности сейчас я их положу в посудинку чтобы мне их было легче очищать и прикрою вот так я все накрыла сейчас остынет и буду очищать запеченные овощи я почистила и не совсем понравилось как я почистила перчик у меня тут разорвался один и семечки везде посыпались ну я думаю у вас это лучше получится я запеченные овощи порезала вот баклажан и перец если кому-то принципиально семечки не иметь то можно их хорошо почистить сейчас мне нужно первым делом сделать заправку тем чем я буду заправлять а это майонез и чеснок кабачок я еще не резал это у нас будет первый слой мы его порезем на видео сейчас измельчаем чеснок измельченный чеснок добавляю в майонез теперь это все перемешиваем все заправка готова теперь я режу кабачок берем салатник в котором вы будете собирать этот салат так первый слой кабачка у меня у меня овощи были не соленые я немножко присаливаю это по желанию и по вкусу и теперь это все покрываем майонезом следующий слой у меня баклажан тут вообще без разницы что зачем идет его тоже подсаливаем и и смазываем майонезиком щедро теперь у меня слой сырой моркови морковь я подсаливаю в мисочку сюда же добавляю майонез морковку я добавляю перчика черненького молотого это тоже по желанию по вашему вкусу мне всегда ингредиентов мало и я всегда их подготавливаю больше вот у меня останутся кабачки но ничего страшного мы их просто так съедим у меня чашка маловато что-нибудь сделаю так и теперь мне останется слой огурцов и слой помидор огурчики у меня вымыты и протертой сухой сухим полотенчиком режем огурцы так как вам больше всего нравится хотите кружочками хотите соломочкой как хотите примена им чтобы побольше вошло вот куда мне сейчас помидоры а мне хотелось огурчика огурчик тоже присаливаем и смазываем майонезом ну и все последний слой у меня помидорки как хорошо когда все с огорода просто прелесть такой салат не стыдно подать гостям на стол потому что он очень вкусный и по-летнему красивый надо сказать слои тут такие красивые покажи вот даже слои видно салат готов я его называла наташа потому что этот рецепт мне дала женщина ее зовут наташа много-много лет назад и сейчас нужно дать ему настояться я как всегда попрощаюсь с вами пожелаю вам всем крепкого здоровья хорошего настроения летнего наслаждайтесь теплыми деньгами и всем пока пока увидимся всем привет ребята я тут в конце маленько помог лариса снимать видео вот ну а теперь хочу помочь уже не маленько хорошо покушать каждый раз когда лариса снимает вернее готовит этот салат он каждый раз для меня открывается как будто что-то новое яркое сейчас очередной раз я как штатный дегустатор как я уже говорил на предыдущих видео буду снимать пробу посмотрим что на этот раз такую гору салата и вот я видишь куриную грудку в кляре пожарила я чувствую сейчас будет нет сейчас будет королевский ужин да ребята это фантастика вот знаете когда его жаришь на масле тут вот так вот поварешка и ложкой открываешь тут масло хоть я его даже исцеживала через сито все равно а это прям видно какой запеченный же был очень хрустящий очень сочный и одновременно из-за того что майонез и грудка очень такой сытный грудка курина ладно всем пока пока до скорых встреч готовить не просто рекомендую да я наставил на том что это очень вкусно всем пока девочки а я как тот человек который очень часто кушал такой салат и знает какой на вкус жаренными овощами я скажу вам что этот вариант не проигрывает а даже выигрывает меньше жира так что готовьте девочки с запеченными овощами это вкусно